Вовочка говорит маме, мама, а разве у папы есть корова? Нет, что ты взял? Он говорил нашей соседке, что у него фигура лучше, чем у его коровы. Священник в больнице сдает анализ мочи. Медсестра по неосторожности разлила и думает, неудобно, святой человек все-таки. Взяла и наполнила пузырек своей мочой. Доктор при обходе. Батюшка, у вас третий день беременности. Святой отец ему. Ну, говорил же я дьякону, что доиграемся. Новая секретарша увидела в перекидном календаре директора запись «Сексуальный час» и стала раздеваться. Вы не поняли, говорит ей директор, надевая пальто. Это не вас, это меня сейчас в райкоме иметь будут. Вовочка подошел к отцу и спрашивает. Папа, а что такое капец? Почему ты задаешь мне этот вопрос? Мама звонила кому-то по телефону и сказала, «Я своего дурака накормила грибами, и теперь ему капец». Вовочка подходит к отцу и спрашивает. Папа, что такое теоретически и практически? Ну, сынок, подойди к маме и спроси, переспит ли она с первым встречным за один миллион долларов? Спросил. Сказала, что переспит. Хорошо. Спроси то же самое у старшей сестры. Спросил. Переспит. Так вот, сынок, теоретически у нас два миллиона долларов, а практически две блудницы. Банный день в тюрьме. Стоят уголовники под душем, моются. Вдруг в душевую заходит новенький. Снимает трусы, берет мыло и начинает намыливать свое хозяйство. Старый зэк смотрит на него и говорит, «Слышь, братан, ну ты загнул». Честно, мужики, ничего не загибал. У меня с детства так. Слышь. 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 Слышь.